И так далее с Михаилом Фишманом. Что российские военные делают на Запорожской АЭС и как работает ядерный шантаж? Будет ли введен запрет на шенгенские визы для российских граждан? И правда ли то, что имперские амбиции России неизлечимы и неизбежно ведут к войне? Поехали. Российская армия продолжает медленно наступать на востоке, в Донбассе. Москва даже объявила о взятии небольшого населенного пункта Пески к северу от Донецка. Впрочем, не в первый раз и в любом случае уже уничтоженного дотла. По замыслу эта победа позволит быстрее двинуться наверх к Славянску. Украина же продолжает бомбить мосты через Днепр в районе Херсона. Снова поражен мост около Новой Каховки. Мост над Дамбой, соединяющий два берега Днепра, выше по течению от Херсона, как раз когда этот мост восстановили после очередного удара. Судя по всему, теперь для снабжения российской группировки на правом берегу реки нельзя использовать оба моста. Ни этот, ни Антоновский непосредственно у Херсона. Но битвы за Херсон так и нет. Утверждается, что для контрнаступательной операции украинцам по-прежнему не хватает вооружений. Многие эксперты уже давно решили, что украинцы специально заманивают российские войска на юг. Пусть они там укрепляются, усиливаются и так и происходят, подсчитывает военный аналитик Юрий Федоров. К концу первой декады августа в Херсонской и Запорожской областях российское командование сосредоточило более 60% всех действующих в Украине войск, в том числе до 25, иногда говорят даже о 30 батальонно-тактических групп, общей численностью от 20 до 25 тысяч солдат и офицеров на правом берегу Днепра. Появились сообщения о готовящемся российском наступлении на Николаев. Его захват и в целом оттеснение украинских войск к северу важны для Москвы, в том числе, чтобы хаймерсы не могли разрушать мосты через Днепр. Еще неделю назад даже более вероятной считалась российская атака на Запорожье и Кривой Рог, но ее пока тоже нет. Зато российская группировка укрепилась на правом берегу, но, возможно, попала при этом в ловушку. Если перебиты оба моста через Днепр, она отрезана от снабжения, и когда кончатся боеприпасы, ей придется либо бежать, что тоже не просто вплавь получается, либо капитулировать. Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким утверждает, что российские командиры уже переправились с правого берега на левый. Тем временем в самом Херсоне, как говорит журналист, местный журналист Константин Рыженко, российские солдаты все реже появляются на улицах, опасаясь атак из-под полья. С тем, что ловушка для российской группировки могла быть задумана, согласен и военный эксперт Сергей Грабский. Не обязательно разгром противника должен достигаться огромными потерями, кровью, масштабными битвами и сражениями. И, как учится у Низы, наилучшая победа – это когда ты не начал войну. И в данном случае можно рассматривать это как серьезную акцию, потому что, да, на сегодняшний день сконцентрировано большое количество войск. Они начинают испытывать и уже постепенно испытывают все больше и больше трудности с обеспечением и поставками. Поэтому любое движение, любое давление на них может просто обвалить всю оборону. И если они не успеют, бросив технику и вооружение, уйти, они не имеют других шансов выжить, как только сдался. Что из этого получится, пока не ясно. Как мы уже много раз говорили, Херсон для Путина – это политический вопрос и стратегическая высота в этой войне. Отдавать его нельзя. Глава британской военной разведки, например, Джим Хокенхалл в интервью BBC говорит, что не ждет значительных перемен на юге в течение аж целых ближайших месяцев. Ни одна из сторон, по его мнению, не получит ощутимого перевеса. Однако инициатива по-прежнему у Украины. И об этом говорит в том числе выдающийся, насколько можно судить, операцию украинской разведки по уничтожению складов с оружием и самолетов в глубоком тылу врага. На авиабазе Саки в Крыму, рядом с поселком Новофедоровка. В густах с лишним километрах от линии фронта. Это фактически центр Крыма. Курортная зона. Два шага до Евпатории. Отдыхающие удивились. Разрушенная авиабаза в Крыму — это не только, собственно, подбитые самолеты. Это паника среди отдыхающих. Огромная пробка на выезд из Крыма под злорадный смех Украины. Вдруг оказалось, что война может прийти на территорию, которую Россия уже давно считает своей и при этом неприступной. Это удар по престижу Путина, сравнимый с затоплением крейсера «Москва в Черном море». Главное — это вывод. Если можно подбить защищенную ПВО авиабазу в Крыму, в тылу, значит, удар может быть нанесен где угодно, в любом месте России. И тогда это сигнал в том числе и Путину лично. По крайней мере, он-то уж точно его прочел. А он сам может себя чувствовать в безопасности? Это настолько серьезно, что в Москве решили не нагнетать и сослались на нарушение правил пожарной безопасности. В Киеве рассмеялись еще громче, и не только в Киеве. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк умеет держать лицо, когда его спрашивают, кто же все-таки это сделал. Берет ли официальный Киев ответственность за эти взрывы в Крыму сейчас? Ну, конечно, нет. Ну, мы здесь при чем? Безусловно, нет. Это, возможно, действительно компенсаторный механизм неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации. Вот и все. Взрыв боекомплекта. Это было в среду, 9 августа. А на следующий день анонимный киевский чиновник уже подтверждал газете «Вашингтон-Пост» очевидно. Разумеется, это дело рук украинских специальных сил. И остается только один вопрос. Как они это сделали? Вариант первый. Противокорабельные крылатые ракеты «Нептун», те, что подбили крейсер «Москва». Дальность лета 280 километров. Но как они преодолели защиту из зенитных комплексов С-400, которые стоят в 30 километрах от авиабазы? Ответа нет. Вариант 2. Ракеты ближнего действия, выпущенные из самолетов, подлетевших со стороны моря. Этой версии придерживается военный эксперт Ян Матвеев. Идея простая. Подходим на сверхмалых высотах над водой на Су-27 или МиГ-29. Пускаем 5-6 ракет в воздух-поверхность с 10 плюс километров. И спокойно уходим назад. Ракеты нацеливаем на сваленные в кучу боеприпасы, чтобы рвануло так рвануло. Надеюсь, что долетит хотя бы одна. Но и эти ракеты должны были быть перехвачены, хотя Матвеев полагает, что с помощью дронов-наводчиков можно было попробовать проскочить. Почему не испугались пилоты? Вот такие отважные рисковые парни. Но важная деталь. Никто не заметил вообще никаких ракет. Не зафиксировал подлеты. Поэтому третья версия. Спецназовцы-разведчики с помощью своего агента на аэродроме, который обеспечил четкую разведку целей, запустили несколько секретных американских дронов Камикадзе Феникс Гоуст. Секретные они потому, что компания-производитель не публикует их характеристики, а о том, что украинская армия их получит, стало известно в конце июля. Либо, как вариант, с помощью того же завербованного агента спецназ заложил взрывчатку уже на месте. Причем агент должен был быть с допуском, чтобы его не досматривали, то есть из командующего состава. И эта версия объясняет, почему не сработало ПВО. В общем, операция, как в кино, точно подняла украинцам моральный дух. А тут еще удары по Геническу, это на границе Херсонской области с Крымом, и по Новоалексеевке, это примерно там же. Так далеко украинцы еще не били. Для меня, например, важнее было, что практически одновременно с ударом по Новоалексеевке был нанесен удар по Геническу и Новоалексеевке, что говорит о том, что украинская армия может контролировать на сегодня все выходы из Крыма и оставляет свободным Крымский мост, по которому можно выйти из Крыма, и он пока не подвергается ударам украинских вооруженных сил. А таким образом для меня еще, знаете, больше энтузиазм был в том, что как раз оба перешейка находятся под огневым контролем Украины, и мы можем наносить удары по этим перешейкам, значительно ослабляя не только херсонскую группировку войск, но и северотаврическую. То есть ту группировку, которая оперирует в левобережной части Херсонской области, в части Запорожской и в части Донецкой области, которая примыкает к Казовскому морю. Напряжение вокруг ситуации на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС нарастало в течение всей недели. Российские войска заняли атомную станцию еще в марте, но принадлежит она украинской компании «Энергоатом», и работают на ней украинские инженеры, украинский персонал. Теперь Украина обвиняет Россию в том, что она осуществляет обстрелы с территории АЭС, бомбит оттуда город Никополь, который расположен в 20 километрах, соответственно подвергается обстрелам и город «Энергодар», где расположена станция. И Россия, соответственно, предъявляет обвинение Украине. Точную картину установить сложно, но кое-что известно. Российские военные используют АЭС как свою базу. Еще в июне западная пресса писала, что они разместили на территории станции «Смерчи», «Грады», «Танки», «Бронетранспортеры». А вот что сегодня сотрудники АЭС рассказывают Би-Би-Си. Светлана много лет проработала на станции и говорит, что каждый день рядом с ней падают снаряды. Психологическая ситуация тяжелая, ведь повсюду ходят военные с оружием, и все фактически под дулом, добавляет она. Каждый день они ездят туда-сюда на своей технике, говорит она. Они расположили свою технику вплотную к зданиям станции, чтобы предотвратить прилеты от ВСУ. Мы получаем текстовое сообщение Николая. Персонал сейчас — это заложники россиян, говорится в нем. Интернет они отключили, телефоны только стационарны, а питание в одной единственной столовой другие не превратили в свои базы. Компания «Энергоатом» утверждает, что Россия заминировала станцию. Известно, что на территории АЭС российские военные развернули полноценный террор. Практикуются похищения людей, пытки, с родственников сотрудников требуют выкуп, со станции поступают сообщения об убийствах. А теперь один из инженеров рассказывает Би-Би-Си, что российские военные имитируют обстрелы из Никополя. Те самые, на которые Москва жалуется в ООН. Вот цитата. Сотрудники «Росатома» всегда знают, когда будет обстрел. Они первыми эвакуируются с промплощадки, если становится горячо. А вот некоторые российские военные, когда, как они говорят, что ВСУ обстреливают станцию, спокойно гуляют по территории, зная, что стреляют именно они. Мир встревожен. МАГАТЭ уже давно требует пустить на АЭС ее представителей. Президент Зеленский прямо говорит, что Россия занимается ядерным шантажом. Москва все валит на Украину. Созывает Совбес ООН. Вот, смотрите, это Украина занимается ядерным терроризмом. К этой кампании подключились большие чиновники. И это верный знак. Эта кампания планируется из Кремля. Задумайтесь, европейцы. Вашингтон и киевский режим угрожают ядерной катастрофой. Бьет в набат Вячеслав Володин. Дмитрий Медведев в своем стиле, козлы, отморозки, ублюдки, вот это все, обвиняет Киев в планировании второго Чернобыля. И как будто невзначай пугает Европу случайностями на европейских атомных станциях. Но непонятно, зачем Украине подрывать атомную станцию, которая ее саму снабжает энергией. И единственный, стопроцентно очевидный, известный факт. АЭС оккупирована Россией. Уйдут с нее российские военные. Все, проблема решена. Политолог Николай Петров полагает, что таким образом Москва угрожает Западу. Продолжение поставок мощных вооружений Киеву чревато непредсказуемыми последствиями. Типа, если вы вешаете ружье на стену, будьте готовы, что бахнет так, что никому мало не покажется. В принципе, ситуация с возможностью какой-то катастрофы на Запорожской АЭС, она нужна России для того, чтобы продемонстрировать и неполную адекватность тех, кто сражается с украинской стороны. И те риски, которые несет продолжение военных действий для того, чтобы сократить, как этого хочет Кремль, поставки новейшего вооружения Украине. И показав, что эти поставки могут привести к очень серьезному конфликту, который затронет всю Европу. Когда идут военные действия рядом с крупнейшей атомной станцией в Европе, то возможности случайного, непреднамеренного попадания в какие-то жизненно важные системы обеспечения АЭС, они существуют, и в этом смысле как бы проблема с войной, а не с тем, насколько ответственно или безответственно ведет себя та или иная сторона. И ставки здесь действительно очень высоки, и именно это, мне кажется, и позволяет Кремлю рассчитывать на то, что эта ситуация вокруг АЭС может служить доводом в пользу того, чтобы на условиях Кремля прекращать конфликт, поскольку последствия могут быть ужасными для всей Европы, а не только для Украины и для России. Надо понимать, хоть речь идет о крупнейшей АЭС в Европе, повторение Чернобыля эксперты считают практически невероятным. Реактор защищен мощным бетонным панцирем, его так просто не разрушишь. Работавший ликвидатором в Чернобыле профессор Института радиоэкологии университета Фукусимы, помните, там тоже была авария, Марк Железняк, во-первых, призывает не впадать в панику, во-вторых, отмечает, главная потенциальная проблема — нарушение электроснабжения станции. Это слабое звено. И тогда может случиться авария в системах охлаждения ядерного топлива, и она может привести к взрыву перегретого реактора, либо, что более вероятно, к серьезной утечке. В таком случае возможно относительно компактное поражение, и под ударом оказываются 50 тысяч человек в городе Атомщиков и Наргодаре, а также 100-тысячный город Никополь. Но расчеты Железняка показывают, что угроза возникает и для России. Как мы делаем расчеты? Мы каждый день взрываем компьютеры, которые стоят в Киеве, в Японии и в Германии, мы взрываем запросскую станцию. Надеюсь, что на этом все закончится, а то взрывают наши компьютеры. Поэтому почему это делаем? Чтобы посмотреть, куда сегодня, если это случится сегодня, куда оно полетит. А каждый раз получается разная погода. И вот у нас есть расчеты, которые приведены к тогда, когда на территории Кубани шли активные дожди. Мы видим парадоксальную ситуацию, что загрязнение на земле на Кубани выше, чем запросская область. И риски реально существуют. То, что там придется делать эвакуацию. Уже тех территорий. Долетает при этом и до Турции. Приятно отдыхать в городе. Естественно, покрывается часть Черного моря. Еще раз, это будет не Чернобыль. Всемирной катастрофы не будет. Но угроза опасного для здоровья заражения на конкретной территории существует. Для войны с Украиной Путин как будто черпает идеи из голливудских триллеров. Что можно было бы себе представить, как сюжет для блокбастера, становится реальностью. Люди в военной форме захватили атомную электростанцию, терроризируют персонал и пугают мир. Радиоактивное пятно будет распространяться не только по воздуху, но и по воде. Из Каховского водохранилища. И тогда придется плохо Крыму. Ясно, что в случае аварии, как бы, падение на Никополь, но упадет же еще и на поверхность Каховского водохранилища. То, что вы пьете на поверхность Каховского водохранилища, потом потечет вниз в сторону Херсона, в Днепровско-Бухский лиман и вытечет постепенно в Черное море. Плюс, опять же, дожди и может довольно активно запачкать море в пролете в сторону Турции. Поэтому, а это означает загрязнение уже, идущее к берегам Крыма. Да, про Крым я вообще не сказал ни слова. Когда я говорю про Кубань, так в этих же сценариях четко видно, что и Крыму, то население Крыма тоже может серьезно достаться в таких ситуациях. Значит, получаются такие вот, но это все как бы направленные локальные выбросы тем, кому особо повезет, в зависимости от конкретной метеоситуации. Не будет такого, что вот произошла авария, и в гигантском круге, там 100, 200, 300, 500 километров, все живое должно выжать. Именно поэтому я говорю, что это вообще наверняка, ну, точнее наверняка эвакуация обязательная. Население 10, там, 30 километров, а в остальные территории уже по выбору, куда долетит. А это мы сейчас не можем сказать, потому что это зависит от того, куда будет дуть ветер и куда будут дуть дожди. Эта спровоцированная российской армией опасность радиоактивного заражения вряд ли останется без последствий. Мировое сообщество, структуры ядерной безопасности уже больше месяца убеждают Москву освободить АЭС. Вместо этого Москва пугает мир ядерным ЧП, и кончится это тем, что Россию исключат из МАГАТЭ, будут введены санкции против Росатома, страну выключат из мировой ядерной энергетики. Тем временем, журналисты СНН полностью дискредитировали официальную версию Москвы о причинах взрыва в изоляторе Еленовка, где погибли пленные бойцы батальона АЗОВ. СНН со ссылками на экспертов утверждает, это не Хаймерс. Хаймерс гораздо сильнее повредил бы этот отдельно стоящий барак, в который за несколько дней до взрыва вдруг были переведены азовцы. СНН показывает удар Хаймерса по похожему сооружению, от него не остается вообще ничего. А тут стены целы, внутри все сгорело. Воронки нет, нары стоят на своих местах, невозможно. И то же самое журналистам СНН говорят в Пентагоне. Официальные лица США также отвергли версию об использовании Хаймерс. Один чиновник сказал СНН, это определенно был не Хаймерс. Другой западный чиновник рассказывает. Нашим экспертам по взрывчатым веществам ясно, что взрыв не был спровоцирован извне. Гораздо более вероятно, что произошло возгорание внутри помещения. Россия сознательно спланировала массовое убийство пленных в Еленовке, заявил на прошлой неделе представитель Украины на специальном заседании Постоянного Совета ОБСЕ. Он считает, доказательств достаточно. На том же заседании делегация Евросоюза потребовала тщательного независимого расследования. Но спустя две недели после взрыва Москва так и не допустила в Еленовку независимых наблюдателей. Журналист, бывший участник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, считает, что Москва ведет свою обычную игру. Мол, разговаривайте с властями в Донецке. Одна была инспекция Красного Креста, если это можно назвать инспекцией, когда они попали через несколько дней после того, как азовцев туда завезли, на эту Еленовскую колонию. После массового убийства действительно представители международных организаций допущены, туда не были. Я думаю, это делается для того, чтобы заставить международные организации напрямую контактировать с так называемыми ДНР и ЛНР. В данном случае ДНР на ее территории находится Еленовская колония. Что будет означать де-факто признание, международное признание этих марионеточных образований. Россия всегда ставила перед собой такую цель, начиная с 2014 года. Я вот как бывший, скажем, участник делегации украинской в трехсторонней контактной группе постоянно видел, это была главная цель Российской Федерации, принудить контакту прямому с Донецком, Луганском, Украину и международных партнеров. И западные страны, международные организации. Поэтому сейчас Россия заявляет о том, что она не против, приглашает туда международные организации. Но поскольку формально это территория, скажем, ДНР так называемая, то международным организациям нужно вести прямой диалог с, скажем, государственными в кавычках органами так называемой ДНР. Чего они себе не могут позволить, поскольку ДНР на политической карте не существует просто. Поэтому вот есть, скажем, такая игра и подмена понятий. Когда Россия говорит, приходите, а дверь никто не открывает. Россия говорит, что это не наша территория, вот к Донецку, Луганску обращайтесь, пожалуйста. А у меня в эфире Георгий Чижов, украинский политолог, руководитель Центра содействия реформам. Георгий, здравствуйте. Я сразу бы хотел спросить про эту ситуацию с Еленовкой. Как она воспринимает беспрецедентное массовое убийство в изоляторе? Как оно сегодня воспринимается в украинском обществе? Здравствуйте. Ну, эта ситуация с Еленовкой воспринимается украинским обществом с чрезвычайным возмущением. Среди тех преступлений, которые уже совершили российские войска в Украине, это просто очередной горизонт дна. Да. И если еще, по-моему, на международном уровне еще идет следствие, потому что никакие группы туда не допущены. И есть еще сомнения, Россия утверждает, что это произошло в результате ракетного обстрела. Украинцам, в общем, давно понятно, что это было осознанное, целенаправленное убийство военнопленных. И, в общем, прощения этому нет. Так как нет прощения тому, что раньше произошло в Буче и в других украинских городах. Угу. А есть ли какое-то, соответственно, давление на власть по этому поводу? Есть ли, ну, не знаю, какое-то осмысление вот этой страшной, страшного преступления, будем называть вещи своими именами? Ну, надо сказать, поначалу были голоса, когда горячие головы говорили, все, теперь не будем брать их в плен, будем расстреливать. Ну, довольно быстро горячие головы остудили. Напомнили, что Украина соблюдает все Женевские конвенции. Ну, и, кроме того, просто Украина страна гуманная, да и вообще, чем мы отличаемся от тех фашистов, рашистов, которые вторглись вот таким образом в нашу страну. Поэтому сейчас просто, ну, украинское общество желает скорейшего расследования и наказания виновных. Ну, и, кроме того, мы очень беспокоимся за судьбу других защитников Мариуполя, которые остаются в российском плену. И, несмотря на те неформальные договоренности, те неформальные гарантии, которые вроде бы были, да, но точно никто не знает, кроме тех, кто участвовал в переговорах, мы понимаем, что их жизни в плену многое угрожает. И вот думаем о том, как все-таки добиться их возвращения в Украину. А это, видимо, будет сложно. Мы с вами разговаривали еще в самом начале войны, там это был конец февраля, начало марта, потом, по-моему, в апреле обсуждали, что происходит. Вот по состоянию сейчас, прошло полгода, было очевидно весной, что вся украинская нация объединилась против, вот в этой войне с Россией. Что все эти различия, которые были между Востоком и Западом, Югом и Севером, они сошли на нет на фоне этой военной вооруженной агрессии из Москвы. Эта ситуация как-то меняется, мы знаем, мы читаем и в западной прессе, и в принципе, что есть среди тех, кто остается в прифронтовых городах, среди местного населения, есть и их не очень много, но об этом говорят и руководители военных администраций на местах, есть те, кто не хочет уезжать, которые считают, даже считают, что Россия действительно их освобождает. Насколько это значимо? И вообще, как поменялось, меняется общественное мнение, в какую сторону по ходу этой войны полгода прошло? Поменялось все пока очень незначительно. И действительно, те украинцы, которые рады приходу российских войск, ощущение создается, что их очень немного. Нет сомнений, что в принципе такие люди есть. Изначально ожидалось даже, что все будет хуже. Где-то зимой было опубликовано исследование, где получалось, что настроение на украинском юге менее проукраинский, чем даже на востоке. Тогда это много обсуждалось. А вот сейчас мы видим очень серьезное партизанское движение и в Херсоне, и в Мелитополе. А Мелитополь вообще-то небольшой город. Я с трудом представляю, как там действуют партизаны, но действует довольно эффективно. И, конечно, украинское общество по-прежнему сплочено в отношении противодействия агрессии. Да, вылезают внутриукраинские политические какие-то споры, от которых в марте, в апреле практически отказались. Но вот полгода прошло, Украина все-таки страна такая, ну, склонная спорить со своими политиками, склонная высказывать разные мнения. Поэтому сейчас уже кто-то критикует президента, не забывая, конечно, говорить, что пока у нас война. Президент наш главнокомандующий, и все равно мы вокруг него сплочены. То есть пока расколоть украинское общество ни у кого не получается, хотя прямо видны следы информационных спецопераций, когда вбрасываются какие-то темы очень болезненные. Вбрасываются в детках. Честно связанные с украинскими потерями в войне, где-то обвиняют командиров в не слишком эффективном командовании. То есть поднимается небольшая волна, но оно довольно быстро погасает, причем не потому, что кто-то ее гасит силовым путем, а просто люди понимают, что это, скорее всего, все-таки происки противника. А вот это желание уже усталость, уже желание жить нормально, уже как-то освободиться от этого бремени тяжелейшего. То, на что рассчитывают, конечно, в Москве, что устанет Украина от этой бесконечной войны. Это происходит в каком-то виде? Украина, безусловно, устала. Ну а что делать-то? То есть стало понятно, во-первых, что это быстро не кончится. Если в начале было гораздо страшнее, чем сейчас, но была иллюзия, что все-таки война завершится скоро. Надо как-то всем сгруппироваться, дать отпор, и вот она закончится. Теперь все понимают, что война, видимо, уходит в затяжную фазу, принимаются уже какие-то решения, уже больше категорий мужчин выпускают за границу. Ну, потому что понимают, что жить... Мужчин уже выпускают за границу, я, кстати, этого не знал. Ну, не всех. То есть базовый запрет действует. Ну, во-первых, вот сейчас начинают студентов выпускать, которым надо за границей стажироваться. Появилась так называемая система шлях, по которой едут люди, которые привозят какую-то гуманитарную помощь или что-то полезное. То есть они регистрируются, они дают обязательство вернуться и возвращаются. Базовый запрет действует, но понятно, что появляются механизмы, рассчитанные на более долгую войну, на более долгое состояние мобилизации. Ну, такая происходит своего рода нормализация, хотя к этому привыкнуть очень трудно, особенно тем, кто уехал из своих домов и не может вернуться. Киевляне многие возвращаются, потому что в Киеве сейчас относительно безопасно. Иногда прилетают ракеты, но все меньше, потому что укрепилась украинская ПВО. И в России, по-моему, тоже начинают экономить эти самые ракеты. Люди возвращаются и в Харьков, где гораздо страшнее, потому что Харьков все-таки рядом с российской границей. И чтобы его обстреливать не обязательно дорогостоящие ракеты, простая артиллерия с этим справляется. Тем не менее, много людей вернулись и туда, даже в Харькове наблюдаются элементы такой обычной мирной жизни. Привыкаем. Привыкаем, хотя по-прежнему всем очень хочется, чтобы уже все это закончилось. И можно было спокойно вздохнуть. Понятно, что экономика страны в большой степени разрушена этой войной. Это, видимо, очевидно. В этом смысле, насколько тяжелой обещает быть зима и какие могут быть у этой тяжелой зимы политические последствия? Что касается зимы. Украинская власть пообещала, что во всех городах, на всех территориях, которые находятся под контролем Киева, отопительный сезон будет. Будут снижены нормы по температуре граничные. Скажем, если раньше температура в домах украинцев не могла опускаться по нормативу ниже 20 градусов, по факту обычно бывало выше, то теперь этот норматив снижается до 16 градусов. Страна вынуждена экономить. Да, но 16, кстати, во многих европейских странах это допустимый уровень в мирное время. Но там сейчас тоже снижают. Да, там сейчас тоже снижают, потому что их тоже ожидает, возможно, сложная зима из-за российского энергетического шантажа. Хуже тем украинцам, которые на неподконтрольных территориях, потому что, судя по всему, Россия не обеспечит отопительный сезон ни в Мариуполе, ни в Севердонецке. Вот по пасту и вообще не собираются восстанавливать. Ну, там чудовищные, конечно, разрушения. Но, в принципе, зима должна пойти более-менее спокойно, пока по прогнозам, если не ухудшится ситуация на фронте. Экономика очень серьезно получила урон. В первую очередь на Востоке, где была основная база металлургии. Сейчас все эти предприятия практически ничего не работают. Многие отрасли промышленности работают. Скажем, пищевые продукты в большинстве украинских магазинов, они по-прежнему украинские. Немножко увеличилась доля импорта, в первую очередь, из Польши. Может быть, за счет того, что украинская продукция еще и подорожала. И теперь польские могут с ней конкурировать по цене. Но, в целом, когда заходишь в магазин, видишь, что украинская экономика вполне еще жива. Люди решились работы, люди решились своих бизнесов, люди решились, ну, просто многие рабочих мест в результате, на что они будут покупать эти продукты, да, возникает вопрос. Вот с этим, конечно, большая есть проблема. Среди вернувшихся в Киев, многие столкнулись с тем, что работать-то негде. Сейчас очень высокая конкуренция за имеющиеся рабочие места. То есть, конечно, такая ситуация, продолжающаяся, она, ну, Украину встает в очень сложное положение. И совершенно очевидно, что такую большую страну невозможно поддержать полностью за счет западной какой-то помощи. Да, частично эта помощь идет, но, конечно, не в том объеме, который позволило бы сохранить прежний уровень жизни украинцев и делать вид, что ничего не происходит. Поэтому, еще раз повторю, очень надеемся, что это все будет относительно быстро завершаться, но до конца года уже никто не ждет. И в основном все понимают, что, видимо, и весной еще тоже война будет продолжаться. Каково положение Зеленского политически? Как оно изменилось за эти полгода? Тут могу привести результаты опросов. Сейчас не вспомню сходу, кто их проводил. С одной стороны, больше 90% украинцев сейчас поддерживают Зеленского в том, что он делает. В том, как он руководит страной. И это очень высокий уровень сплоченности. Никогда такого в Украине не было. Да, но и ситуация особая. С другой стороны, опубликовали президентский рейтинг, едва ли не впервые, с начала широкомасштабного вторжения России. И там у Зеленского среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, 24,5%, ближайший его преследователь Порошенко, у него 13%. И это ситуация примерно, которая была полтора года назад. Удивительно. То есть, с одной стороны, казалось, что теперь Зеленский занял все политическое пространство, он 92% поддерживает. И тем не менее, хотя он и опережает ближайшего оппонента вдвое, тем не менее, цифры, которые мы когда-то слышали в мирное время. Да, потом Порошенко и Зеленского практически догнал, но вот сейчас все вернулось. Ну, такая ситуация... То есть, это значит отсутствие такой априорной, безусловной поддержки на следующих выборах, условно? Да, да. Политическая конкуренция точно будет, и это еще никто не мерил новых лидеров, которые появятся после войны. Там пока в списке были все те же. Порошенко, Тимошенко, Бойко. Надо сказать, что и Тимошенко, и Бойко держат свои позиции, и не сильно сейчас отстают от Порошенко. Но никто пока не мерит, например, генерала Завужина, очень популярного человека, главнокомандующего украинской армии. Который становится политической фигурой, да? Непонятно, хочет ли он этого сам, но по факту, конечно, очень многие на него смотрят и говорят, да. Есть там Виталий Ким, глава военно-гражданской администрации Николаевской области, тоже популярный человек. Есть, в конце концов, Алексей Арестович, который на днях допустил свое выдвижение на постпрезидент. Да, но насколько к этому имеет смысл вообще всерьез относиться и думать, и про это думать, ну, политологически? Думаю, что пока рановато, потому что до нашей победы, до того, когда вернется обычная политическая конкуренция, обычный политический процесс, еще слишком много всего произойдет. Поэтому я бы сейчас всерьез не моделировал будущие выборы, которые еще неизвестны, когда состоятся и в какой обстановке. Как вы объясняете вот это заявление, ну, чем оно мотивировано, заявление Зеленского о том, что надо лишить российских граждан возможности получать туристические шенгенские визы в Европу? Ну, как раз Вадим Зеленский хочет сказать о том, что российское общество должно прочувствовать, что это война всей России. Это не просто там контракт. Ну, почему он, это понятно, я понимаю, он это говорит, это декларируется, это то, что он заявляет, но почему он делает это сейчас, а не там три месяца назад, не в начале войны, когда иначе? Он вроде рассуждал по-другому. Ну, не совсем по-другому. То есть сначала Зеленского не совсем правильно поняли. Действительно, он не очень четко сформулировал. Кому-то казалось, что он призывает выгнать из Европы противников войны и противников Путина, отправить их обратно в Россию, где они неизбежно оказались бы в тюрьме. Потом были разъяснения, что он говорит о туристических визах. Ну, в том числе от него самого, да. Да, то, что он пришел вот к этой теме, как раз связано с пониманием того, что война затягивается. Очень важно, чтобы от этой войны страдало не только украинское общество, но и российское. Просто, чтобы россияне понимали, что у них тоже есть определенные тяготы, пусть и несравнимые с украинскими, но тем не менее, потому что все-таки есть у нас представление, что Владимир Путин тоже нуждается в некой поддержке, в некой легитимации своих действий в России, неформальной такой, с формальными процедурами там плоховато все. И если российское общество будет осознавать, что эта война губительна для самой России, возможно, это осложнит продолжение войны и что-то поменяет. Ну, можно, конечно, сказать, что это пока слишком наивный расчет, но тем не менее, чем скорее каждый россиянин почувствует, что это война его страны, тем больше шансов, что она быстрее закончится. То есть Зеленским движет то, что он, собственно, и говорит прямым текстом? Да, я думаю, тут не надо искать какое-то второе дно. Спасибо большое, Георгий Чижов, украинский политолог, о том, как украинское общество сживается с войной, которая длится уже полгода, как по-прежнему доверяет своему президенту, но не отказывается от политической конкуренции. О том, что происходит на войне, рассказывают, конечно, не только очевидцы, журналисты, политологи. Само собой, уже сформировалось большое сообщество художников, артистов, музыкантов, поэтов, писателей, которые говорят, поют, пишут об этой страшной войне на русском языке. Телеканал «Дождь» начинает новый проект «Уроки русского», в котором российские актеры и авторы читают стихи и прозу о войне. Вот первый эпизод. Нужна одежда на женщину, 79 лет, из города, которого больше нет. Футболка «М» – Мариуполь, куртка «Л» – Лисичанск, лифчик на чашку «Би», буча и бородянка. У нее с собой только паспорт, истерика каждый час и фото внука на фоне танка. Всегда не хватает обуви и штанов. Можно не новое, кто в этом мире нов, но все должно быть постиранным и удобным. У кого есть нужные вещи, можно сразу везти на склад, а когда, наконец, закончится этот ад, то он не закончится, и отдадим бездомным. Нужна одежда на мальчика. Он только пришел на свет в городе, которого больше нет, где от людей остались одни детали. Где он был эти восемь проклятых лет? Где-то, где нет войны и азовской стали. Где-то, где бегают кошки, течет ручей. Где-то, где нет бурятов и москвичей. Там, где не страшный лес и на завтрак манна. Там, где нет ни взрывов, ни палачей. Там, где можно неслышно смотреть с небес, как еще идет в живую школу. Живая мама. Война длится уже почти полгода. Москва готовит аннексию оккупированных территорий. И чем ближе аннексия, тем ближе новые санкции. Однако теперь в повестке дня стоит еще один важный вопрос. Президент Зеленский предложил Европе ввести полный запрет на выдачу обычных шенгенских виз для российских граждан. И Европа всерьез обсуждает эту возможность. Отдельные европейские страны уже действуют в этом направлении. Все идет к тому, что въезд россиян в Европу будет ощутимо ужесточен. Во многом это реакция политиков на изменения в общественном мнении в Европе, произошедшие за эти последние месяцы. И понятно, что если такой запрет будет введен, он ударит в первую очередь по относительно обеспеченным обладателям собственно загранпаспортов в России, то есть по образованному среднему классу в больших городах, который в основном, как мы знаем, настроен против Путина и против войны. Силовики в России — это тоже уже давно обеспеченный средний класс, но для них действуют негласные запреты изнутри. Эдуард Бурмистров о том, как в Европе идет эта дискуссия об отмене для России шенгенских виз. Закрыть границы Запада для россиян, а тех, кто уже в Европе, отправить обратно. С таким призывом в начале этой недели выступил украинский президент Владимир Зеленский. Самые важные санкции — это закрыть границы, потому что россияне захватывают чужую территорию. Пусть они живут в своем собственном мире, пока не поменяют свою философию. Не важно, что это за россияне, отправьте их обратно в Россию. Обсуждение запрета на въезд или выдачу виз продолжается довольно давно. Еще с начала июля, после того, как Россия открыла свои сухопутные границы с западными соседями и поток туристов хлынул в ЕС. Сейчас главные сторонники общеевропейского запрета — страны Балтии и Финляндия, которые граничат с Россией, а также Чехия. Премьер-министры Эстонии и Финляндии напоминают, как раньше уже не будет. Хватит выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не одно из прав человека. Воздушное сообщение с Россией закрыто. Это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, соседи России несут на себе всю тяжесть. Пора покончить с туризмом из России. С моей точки зрения, да, выдача виз россиянам должна быть ограничена. Неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную войну в Европе, российские туристы могут свободно путешествовать. Но это сложный вопрос. Дело не только в том, какие визы выдает Финляндия. Поскольку мы входим в шенгенскую зону, это также вопрос шенгенских виз. Мы должны обсудить это вместе с другими европейскими странами на уровне ЕС и вместе найти решение. При этом страны Балтии, Чехия, Словакия, Дания, Нидерланды, Бельгия и Мальта уже не выдают туристические визы россиянам. После начала войны Евросоюз также приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Полностью запретить выдачу виз и более того, внести этот пункт в седьмой пакет санкций. С таким предложением, в частности, выступили в Эстонии. Страна занимает наиболее жесткую позицию. Эту идею обсудят в конце месяца на встрече министров иностранных дел Союза. На прошлой неделе в посольстве страны Латвии в Москве прекратили выдачу любых виз. Не только туристических, но и, например, гуманитарных или так называемых рабочих виз. Семь Латвии признал Россию страной, поддерживающей терроризм. Страна призывает всех членов ЕС приостановить действия туристических виз. Такие вопросы должны решаться на уровне национальных государств, национальных правительств. Я понимаю, что прибалтийские страны и другие страны, приграничные, например, к России, сейчас смотрят очень скептически на наплыв туристов из Российской Федерации. Ну и вот здесь уже мы можем каким-то образом говорить о поддержке национальных решений этого вопроса. С понедельника Эстония также закрывает свои границы для россиян, у которых уже есть эстонские и шенгенские визы. Исключение сделают только для родственников граждан страны или обладателей ВНЖ, дипломатов, а также для тех, кто въезжает в страну по гуманитарным соображениям. Публично не согласился с предложением запретить выдачу шенгенских виз россиянам немецкий канцлер Олаф Шольц. Значит, вы думаете, что нет проблем в том, что сторонники Путина в отпуске в Европе выражают свою симпатию к нему и тем самым отравляют атмосферу здесь? Мы приняли очень далеко идущие санкции, которые затронули большое количество конкретных людей. Олигархов и сторонников системы этот список мы расширим. А если мы направим санкции против всех, даже полностью невиновных, то это смягчит эффект санкций. Чуть позже на этой неделе президент Зеленский предложил притянуть руку помощи россиянам путем предоставления статуса беженцев, тем, кого преследуют на родине. Конечно, мы все понимаем, есть люди, которые действительно потребуют защиты, которых преследуют в России. Люди даже могут убить, а вот же они должны получать помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы через беженство, через просмотр про притулок, через инши возможности допомогти и поддерживать. Но это для тех, кто борется, для тех, кого преследуют. И это не должно стоить. Отпочинку граждан России в Европе, туризм, разваги, бизнес-справы працювати на державу-террориста не можно. Еврокомиссия разъясняет, действующий визовый кодекс исключает возможность прекращения выдачи виз на уровне всего Европейского Союза. Отдельные страны ЕС могут принимать такие решения на национальном уровне, но запретить въезд на свою территорию из других стран Шенгенского соглашения они не могут. Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер также заверила, что, например, журналистам, преследуемым и родственникам резидентов ЕС визы должны выдаваться всегда. Хотя в МИД Германии говорили, что предложение, которое вынесено на обсуждение, включает запрет на выдачу виз в том числе и категориям этих граждан России. Если это будет введено как санкция, то, как уже я не один раз говорил, Европейский суд справедливости и вообще правовое поле это все будет перепроверять. И санкции имеют определенную цель. Вот мне, например, непонятно, и у меня возникает вопрос, насколько цель вот такого вот единого запрета, общего запрета именно этих виз, насколько это каким-то образом приблизит нас к окончанию войны, например. Те, кто поддерживает идею отказать российским гражданам в визах, часто ссылаются на неизлечимые имперские устремления России. И тут есть о чем поговорить. Путин ведет страшную захватническую войну в Европе. Колониальную войну. Ее цель — Украина должна исчезнуть с карты мира, как независимое государство. Ее мотивы обширны, их больше одного — это и личная месть украинцам за все те поражения, которые Путин уже понес от них в течение последних 20 лет, начиная с 2004 года, с Первого Майдана. Это и стремление компенсировать экономические проблемы и падение рейтинга внутри страны маленькой победоносной войной. Тирания — это всегда война, других вариантов нет. Это и решение вопроса о сохранении личной власти для себя, для своих друзей, для детей друзей. Когда на страну опустился железный занавес, кто им помешает владеть Россией как личной собственностью, а ее гражданами — как крепостными, которые будут обслуживать их дворцы, их развлечения, их игру в помещиков 18 века. Как верно отмечает политолог Владимир Пастухов, официальная версия про необходимость защитить суверенитет России от расширения НАТО на территории Украины точно от лукавого. Зачем оборонять Россию путем вторжения, если с этим прекрасно справляется российский ядерный щит? Добавим от себя, что мы прекрасно видим уже сегодня, когда война в разгаре. Третья мировая теперь гораздо ближе, чем до войны, но представить в ней поражение России трудно именно по причине наличия у нее ядерного оружия. Нет, тут дело, конечно, не в безопасности России, а в безопасности тех, кто в России хозяин. Как в лучшие времена, все во имя человека, и мы даже знаем имя этого человека. Все разговоры именно о военной угрозе России со стороны Запада являются пиаром для нищих духом. Так в чем же дело? Единственная реальная угроза со стороны Запада состоит в том, что не только его прямое или косвенное вмешательство, но даже сам факт его существования в качестве примера альтернативной политической культуры является фактором, который может способствовать смене власти внутри России и приходу к ней других лиц, чем те, кто контролирует ее с начала нулевых, а фактически с начала 90-х. Это возможно, но это не вопрос безопасности России, а вопрос безопасности, точнее благосостояния этих лиц. И опять-таки добавим от себя, само существование Украины как успешной, независимой европейской страны бьет по ключевой для Путина концепции особого российского пути. Мол, нам не нужна свобода, даже материальный достаток, мы живем верой в Бога, царя и отечества. Так постепенно в голове у Путина зрел, наконец созрел, замысел победоносной войны. Он упакован в идею возвращения своего, того, что Россия якобы исторически принадлежит по праву. Причем аппетит рос во время еды, параллельно с ростом уверенности самого Путина в своей избранности. Сначала речь шла о подарках в виде инфраструктуры. Еще в 2005 году, по следам Первого Майдана, Путин рассказывал к Андолизе Райс, что интерес Москвы к постсоветским республикам объясняется тем, что материальные ресурсы институты достались им от Советского Союза. А после Медведевской оттепели, сегодня звучит забавно, Медведевская оттепель. Мне кажется, хорошее название для конфеты от фабрики Радфронт. В общем, 10 лет назад Путин возвращался в Кремль с двумя идеями. Первое. Построить Евразийский союз, конфедерацию постсоветских государств с единой внешней и оборонной политикой. Новую такую модернизированную версию СССР на месте той, что завершилось в Беловежской пуще в декабре 91-го. И второе. Сегодня это центральная мысль Путина, но впервые этот тезис был сформулирован в другой программной статье перед его возвращением в Кремль в 12-м году. Есть Россия в ее границах, а есть историческая Россия. Большая Россия. Россия, как историческое государство. Наши национальные и миграционные проблемы напрямую связаны с разрушением СССР, а по сути исторически. Большой России, сложившейся в своей основе еще в 18-м веке с неизбежно последовавшей за этим деградацией государственных, социальных и экономических институтов с громадным разрывом в развитии на постсоветском пространстве. В самом начале Путин вернул советский гинн, как он объяснял, чтобы дать людям ощущение, что они не все потеряли со спадом СССР. Потом он сказал, что распад СССР крупнейшая геополитическая катастрофа. Это было уже в 2005-м, после его первого поражения в Украине. А Егор Гайдар тогда откликнулся на этот тезис правительской статьей об опасности постимперского синдрома в России. Статьей, в которой он проводил параллели с Веймерской Германией, попавшей под обаяние гитлеровского мифа о стране, о Германии, которую не победили на поле боя в Первой мировой, но которую предали внутренние враги. Что было неправдой, точно так же, как Ельцин, Кравчук и Шушкевич не разваливали Советский Союз, он был обречен. Рухнул сам за три месяца до Беловежского соглашения после Путча в августе 91-го. И не потому, что его кто-то сознательно разваливал, а под тяжестью, в первую очередь, под тяжестью собственных проблем, неэффективной плановой экономики, лжи и лицемерия коммунистической партии, что было очевидно всему народу. Это было навсегда и кончилось стремительно, что важно. Вот что в том числе писал в той статье Гайдар. Неожиданность, быстрота, с которой рушатся, казалось бы, непоколебимые империи, порождает ощущение нереальности происходящего. Нетрудно убедить общество в том, что государство, которое столь неожиданно развалилось, можно при наличии политической воли столь же быстро восстановить. Это иллюзия, причем опасная. Платой за нее стали реки крови, пролитые в ходе Второй мировой войны. В нулевых Путин с относительным успехом восстанавливал имперское величие политически и на символическом уровне. Хотя уже война в Грузии в августе 2008-го показала, что под предлогом защиты интересов соотечественников он готов вторгаться на территории других стран. Зато к 2012 году у Путина был план действий. И, конечно, без Украины этот имперский проект возрождения большой России был немыслим. Что же это за новый СССР без Харькова и Киева? Разве возможно историческая Россия без Крыма и Одессы? Как уже почти 30 лет назад сказал Збигнев-Бжезинский, без Украины Россия не империя. Подчинить Украину политическими методами не вышло. Случился второй Майдан, как известно. Полноценное восстание, уже настоящая украинская революция. И тогда Путин сначала силой забрал Крым и часть Донбасса. А еще через 8 лет его имперские амбиции вышли на новый уровень. И он начал полномасштабную захватническую войну. При этом рост его аппетита как будто подпитывался общественной поддержкой, которой пользовались его прежние авантюры. Политолог Кирилл Рогов обращает внимание в интервью YouTube-каналу Сахаровского центра, что реакция общества и на войну с Грузией 14-летней давности, и на захват Крыма убеждали Путина в том, что война это путь к успеху. Довольно важно понимать эту историю про население, про общество, про его реакцию. И она на самом деле долгое время это как бы не очень замечалось на международном уровне этот фактор. и концентрировалось внимание на Путине, на руководстве России. Но действительно мы должны понимать вот эту связку между такой радостной, специфической, радостной, некоторой восторженной реакцией, которая есть в обществе по отношению к войнам 8-го и 14-го года и тем, что российское руководство приняло на вооружение эту линию поведения, потому что опять-таки, как я уже говорил, она выглядит успешной для него в политическом смысле. И вот теперь война для Путина это его жизнь и пока он не будет побежден, он не остановится, будет расширять свою историческую Россию. А социологи хоть и не наблюдают сегодня того воодушевления, которым российский народ встретил присоединение Крыма, но и не видят острого неприятия войны тоже. Общество не столько поддерживает войну, сколько фаталистически отгораживается от нее, все равно повлиять на ход событий невозможно, приходится приспосабливаться. Газета Коммерсант приводит результаты свежего опроса социологической службы Russian Field. 60% поддержали бы решение Путина снова наступать на Киев, при этом 65% одобрили бы его решение заключить мир. В сумме получается 135, как будто это результаты выборов по официальным подсчетам Центра избиркома. 135% и, как в известном фильме, тоже пророческом. На самом деле этот парадоксальный, казалось бы, невозможный расклад 60% за войну, 65% за мир, если о чем-то и говорит, так о том, что массовой поддержки войны в обществе точно нет. Как напоминает социолог Трилена Конева, руководитель исследовательского проекта Хроники, в российском обществе есть группа ястребов, милитаристов, агрессивных имперцев, тех, кто активно голосует за войну, за уничтожение Украины, за возврат в СССР, их голос сегодня это, конечно, Игорь Стрелков, но таких людей немного. Зато много тех, кто приспосабливается к войне. Шок от войны прошел, наступила вторая фаза, привыкание, адаптация. С этим же надо жить. Люди видят, что спецоперация затянулась, что она явно идет не по плану, что с фронта идут гробы, в обществе накапливается депрессия. И самая простая, самая доступная реакция – переложить ответственность с себя на власть, с себя на Путина. Как он решит, так и будет. Было ощущение, что это будет быстрая, победоносная операция, которая, кстати говоря, по данным исследований хроники, мы задаем вопрос, как они себе это представляют, и люди говорят о том, что да, мы заставим себя уважать. Очень много архетипов, связанных с Великой Отечественной войной, с Победой и так далее. То есть у нас есть, как однажды было сказано, национальный наркотик – это наркотик Победы. Потому что люди, может быть, безусловно, операция затянулась, они поострили, и, конечно же, сейчас уже нет ощущения быстрой победоносной войны. Но если Путин, которому там, в общем, виднее, если сложилась такая конъюнктура, что надо наступать на Киев, давайте, как бы сказать, наступать. То есть я считаю, что это такое проявление, безусловно, как бы некоторой безответственности и желание диригировать наверх какие-либо решения. Околокремлевские социологи фиксируют поддержку войны, специальной военной операции, этим летом на уровне 65-72%. Это пропагандистская цифра, полученная с помощью манипуляций. Последние данные проекта «Хроники» по состоянию на начало июля – падение поддержки на 9 пунктов до 55%. И если спрашивать не в лоб, а выяснять отношения с помощью разных косвенных вопросов, кроме того, учитывая тех, кто уходит от ответа или не может сформулировать свое отношение, то сегодня, в середине августа, как говорит Конева, партия войны и партия мира в российском обществе примерно равны друг другу, примерно по 40% и в той, и в другой группе. Так или иначе, проект «Хроники» фиксирует достаточно резкое падение поддержки войны в Украине, и Конева приводит такой пример. Ну, подавляющее большинство ждет победы России в этой войне. Но какой смысл вкладывают люди в слово «победа»? Вот 82% ожидает победу, не поддерживает победу, не хотят, а ожидает. Кто-то негативно ожидает, кто-то позитивно. И что же люди вообще думают об этой победе, как они себе представляют? И когда мы задаем этот вопрос как открытый, то есть мы не даем никаких подсказок, и люди фантазируют и отвечают так, как они хотят, то получается, что основные содержательные открытые ответы на открытый вопрос сводятся к тому, что мы просто вернемся вот к этому довоенному уровню. И, как бы сказать, и все успокоится, и не надо будет действительно беспокоиться за близких, за тех, кто там оказался вот на фронте, и можно будет ездить, можно будет, мы вернемся к нашей дружбе с Украиной. Это, конечно, безответственный и наивный взгляд. Взгляд людей, которые не понимают или не хотят понимать, что происходит. Это нежелание общества брать на себя ответственность носит вполне обычный, рутинный характер. Если есть в России национальная традиция, которая сильнее режимов и правительств, то она заключается в умении приспосабливаться к обстоятельствам. Но теперь люди приспосабливаются к страшной, к немыслимой ситуации, когда власть их именем убивает ни в чем не повинных людей, пытается уничтожить целый народ, целую страну. И чем дольше Путин воюет с Украиной, тем скорее в мире приходят к выводу, что виновата вся Россия целиком. И тем громче в Европе звучат призывы закрыться от нее полностью, ужесточить границы, запретить въезд, даже выгнать российских граждан. Эта логика идет дальше. Россия не просто не преодолела свой имперский синдром, она никогда и не переставала имперски мыслить. А раз она так и видит себя империей, ну так пусть и отвечает вся целиком. На самом деле агрессивный национализм в России исторически приживается плохо. Вернемся к дружбе с Украиной, так ведь думает большинство. Зато есть и ностальгия, и державность, и отношение к своим соседям сверху вниз, как к младшим братьям, неуважение к соседним народам, к их интересам, к их границам. Это все есть. Это было при советской власти, это было в 90-х, в нулевых, это есть и сегодня. Вопрос в том, как эти комплексы поощряются и используются. Вот что про политику Ельцина на постсоветском пространстве писал политолог Сергей Маркедотов в 2007 году, еще до войны с Грузией, и вскоре после того, как Гайдар предупредил, какую опасность таит культивирование имперского синдрома в политических целях. Не успел Советский Союз развалиться, как на Западе зазвучали голоса влиятельных политиков, которые с упорством, достойным лучшего применения, продолжали следовать привычным стратегическим курсам, нагнетая обстановку при помощи устоявшихся идеологических клише. Их главная и по существу единственная мысль состояла в том, что постсоветской России, как и прежнему Советскому Союзу, присущи неизбывные империалистские поползновения, помноженные на агрессивность. Между тем, Ельцинская Россия, в отличие от Сербии, не стала проводником черного передела межреспубликанских границ. Это спасло нас от полномасштабных кровопролитных столкновений с Украиной за Крым и Донбасс, а с Казахстаном за северный и восточный Казахстан, дореволюционную Южную Сибирь. Россия не стала вести территориальные тяжбы с Латвией и Эстонией, в которых также существовали крупные русские общины. В Даугов пился и в Нарве соответственно. Как же больно это читать сегодня. Советский Союз, по крайней мере, в его сталинско-брежневском понимании, действительно был той самой большой России, о которой мечтает Путин, следующей редакцией Российской империи. Но Ельцинская Россия сама сознательно отказалась от своей имперской роли. В той же статье, о которой Путин 10 лет назад ввел в формулу исторической России, исторического государства, он обвинял тогдашних зачинщиков суверенитетов. В первую очередь имел в виду, конечно, Ельцина, ну просто по смыслу сказанной статье назвать его постеснялся. Приемник все-таки. Обвинял их в том, что в пылу борьбы друг с другом они забыли про свою общую родину. В этой логике и про разглашение суверенитета России в июне 90-го года, я напомню, практически единогласно объясняется вот этими внутренними склоками, стремлением новой российской элиты подвинуть союзных бюрократов. Ну, конечно, никакая это была не склока, и Ельцин действительно использовал идею суверенитета России как таран против Горбачева. Но правда и то, что его поддерживало большинство народа. И в январе 91-го после штурма телецентра в Вильнюсе сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь в Москве под лозунгами «Руки прочь от Литвы». Считается, что по требуя Ельцину Кровчука Крым в декабре 91-го, когда Беловежскими соглашениями оформлялся распад союза, тот бы его отдал. Но он этого не сделал. И с тех пор российские ястребы клеймят Ельцина, мол, он второй Хрущев. Профессор в Гарварде, биограф Ельцина Тимоти Колтон так описывал мотивы, по которым Ельцин тогда, ну, уже после путча, отказался от сохранения союза в любой форме. Во-первых, союз сохранить было нельзя. Но главное, он хотел строить новое государство. Он выступил против постсоветской федерации по двум причинам. Во-первых, он скептически относился к перспективам такого развития событий. Семь союзных республик, три прибалтийские, три кавказские и Молдова проигнорировали переговоры. Украина приняла участие в нескольких консультациях, но Кравчук ни разу не появился в Новоогореве. Его отказ подписать соглашение стал соломинкой, которая сломала спину верблюду. Но, по моим представлениям, решающее значение для Ельцина имело другое. Он выступил против нео-СССР, потому что хотел создать российское государство, самостоятельное, управляемое, способное к модернизации и нормализации. Иными словами, вместо того, чтобы спасать старую империю, он предпочел построить новую страну. Так и есть, это важнейший мотив построить на месте империи нормальную современную страну, которая не посягает на чужие границы, а наоборот, станет мирным и уважаемым членом мирового сообщества. Через несколько месяцев после Беловежья случился кризис вокруг Крыма, когда Крым сам решил отделиться от Украины. И его поддержал тогда Российский Верховный Совет, а к Гайдару в кабинет побежали военные со словами, что вот сейчас они поставят ядерные мины на Перекопе. Но ни Гайдар, ни Ельцин не пошли у них на поводу. Настолько страшным и безумным им представлялся любой военный конфликт после счастливого мирного развода советских республик, особенно на фоне Югославии Милошевича. Да, уже тогда под тяжестью экономических реформ Россию быстро охватил тот самый имперский синдром. С тех пор и до конца московский мэр Лужков настаивал, что Крым наш. Коммунисты во главе с Зюгановым объявили своей программой восстановление СССР. А победивший на выборах в 93-м году Жириновский призывал российских солдат дойти, как известно, дойти до Индийского океана. А Россия стала так или иначе вмешиваться в дела соседей, которые погрузились в тяжелые конфликты. Но такова была, ну, надо признать, это объективная реальность. По периметру чуть ли не всех южных границ страны лилась кровь. Вот что писал про тот период директор центра Карнеги Дмитрий Тренин. Уже начиная с 1992 года российские войска вмешивались в вооруженные конфликты в Приднестровье, Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии. В одних случаях они прекратили кровопролитие и установили перемирие, гарантами которого сами же и стали. В других приняли одну из сторон конфликта и помогли достичь своих целей. В 1993 году Ельцин и Козырев предложили ООН признать ведущую роль России в обеспечении безопасности на пространстве бывшего Советского Союза. ООН отказалась для многих стран, особенно западных. Российское военное миротворчество выглядело как попытка реставрации империи. Да, чем дальше, тем сильнее на Ельцина бунтаря, революционера, учредителя новой страны давила тоска по прошлому, которую испытывало российское общество. Тот самый имперский синдром. В 1994 он поставил подпись под Будапештским меморандумом, который гарантировал неприкосновенность границы Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. И тогда же, в 1994 Ельцин начал войну в Чечне. Считается, что эта война стала ответом на вот ту самую победу в 1993 году Владимира Жириновского попыткой перехватить лозунги оппозиции и вернуть отколовшуюся республику в лонной империи. Но это тоже, как минимум, только часть правды. Как война? Война в Чечне похожа на войну с Украиной. Тот же огневой вал, такие же разрушенные до основания города, жертвы среди мирного населения, пытки, насилие. Но политически, и это важно, она все же другой природы. В отличие от демократически избранного Зеленского, что бы там ни говорил Путин, Дудаев действительно пришел к власти в результате переворота. В сентябре 1991 года он разогнал Верховный Совет Чечни, как большевики И главное, Путин начал войну с соседним государством. Ни почему. Вообще без повода. Ельцин в течение трех лет был вынужден смотреть на то, как внутри российских границ творятся хаос и насилие, грабят поезда и захватывают заложников. Война в Чечне стала его большой, роковой ошибкой. Но Ельцин ее признал. Вот фрагмент его выступления в Чечне в мае 1996 года на следующий день после того, как он подписал в Москве с Яндарбиевым соглашение о прекращении боевых действий. Выполняя эти задачи не удалось избежать ошибок и серьезных просчетов и тогда. Не снимаю вины из себя. Во всяком случае не стану перекладывать политические просчеты на плечи российских военных. Армия не должна принимать политических решений. Тем более не все ответственны за выполнение таких приказов. Ельцин не Путин. Он не фальсифицировал выборы, старался не врать своему народу, не гноил оппозицию в тюрьме, не сажал людей за решетку за то, что они называют войну войной. Но шапка Мономаха тяжелый груз. Демоны погибшей империи висели и над ним, искушали, соблазняли его, сидя на золотых куполах Кремля. Еще в 96-м он договаривался о союзе с Лукашенко, тогда уже диктатором, чтобы легче побеждать на выборах, победить на выборах в 96-м году. Тоже такой ответ на тоску избирателей по советскому прошлому. Но мотором этого союза потом стал вовсе не он, а Лукашенко, который рассчитывал таким образом въехать в Кремль. В 97-м году Ельцин требовал от Клинтона, чтобы Украина и страны Балтии не вступали в НАТО. Но тогда же он подписал с Кучмой договор о дружбе и сотрудничестве, в котором подчеркивается нерушимость границ друг друга. Договор, который четыре года назад разорвал президент Порошенко. В 99-м году Евгений Примаков в тот момент уже политический противник Ельцина, по сути, разворачивался над Атлантикой, за что ему через 20 лет Путин поставит памятник. А сам Ельцин в одном из разговоров просил Клинтона отдать Европу России. Я не думаю, что европейцам это очень понравится. Не всем, но я европеец. Я живу в Москве. Москва — это Европа, и мне это нравится. Ты можешь взять все другие страны в мире и обеспечивать их безопасность. А я возьму Европу и буду обеспечивать ее безопасность. Ну, не я, а Россия. Империя империи рознь. Между Ельцином и Путиным такая же разница, как между ну вот этой ни к чему не обязывающей репликой уставшего и больного правителя в ноябре 99-го в разговоре с Клинтоном и, допустим, мюнхенской речи молодого российского президента в феврале 2007-го. Конечно, Ельцин так и не стал имперцем. Но он был советским по своему бэкграунду человеком. И чем тяжелее шли дела в России, тем сильнее его терзали призраки прошлого, когда деревья были большими и все было просто. Вот СССР, вот США, на этих двух полюсах покоится мир, а у супердержавы по определению есть зона своих, как говорят, геополитических интересов. Ельцин восстанавливал не российскую империю на мировой карте, точно нет. Он восстанавливал иллюзию понятного ему порядка у себя в голове прежде всего. Вот он, вот президент Соединенных Штатов, и они между собой все решат как надо. И невозможно себе представить, как Ельцин торгается в границе соседних стран. Известный британский историк Орландо Файджес уверяет в свежем интервью «Голосу Америки», что Ельцин никогда бы не втянулся в такой конфликт с Западом, который развязал Путин, и, соответственно, в войны. Сначала в Грузии, а потом в Украине. А вот его вывод про присущую России имперскость. Я думаю, что, в принципе, наверное, большинство россиян продолжают считать, как сейчас говорит и Путин, Украину с Белоруссией, а может быть и страны Балтии, по сути, сферой влияния России. Они думают, что Россия должна иметь какое-то право голоса в отношении этих стран. Но, несмотря на то, что у российской публики где-то на заднем фоне присутствовали эти имперские замашки и поползновения, ее нельзя винить в том, что она сформировала агрессивную экспансионистскую политику. Нет, это плод деятельности именно путинского режима. Я с этой мыслью согласен. Кто знает, останься Ельцину власть, что было бы дальше. Но он ушел. И это самое главное. Уйди, Путин, в 2008 году всерьез. Навсегда. Как до него Ельцин. Разве его преемник, третий президент России, грозил бы Европе взрывами атомных электростанций, как он это делает сегодня? Тоже невозможно себе представить. Разве была бы возможна эта война, если бы не были массово фальсифицированы результаты всех выборов в Думу на протяжении всех последних 15 лет? Если бы депутаты, выступающие против войны, сидели бы не в тюрьме, как Илья Яшин или Алексей Горинов, а в парламенте? Ну, конечно, нет. От погибшей империи в общественном сознании всегда остается ее фантом. Опасная штука, как давным-давно и предупреждал Гайдар. Но нет ничего опаснее, чем тиран, который захватил всю власть и делает все для того, чтобы править вечно. А у меня в эфире бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Михайлович, я вот первый бы вопрос хотел задать в продолжении той темы, которую мы только что обсуждали. Вы были в правительстве, когда власть переходила от Ельцина к Путину, ну, стали, собственно, премьер-министром. И почувствовали ли вы, видели ли вы изнутри вот этот переход изменения во внешней политике, особенно, я имею в виду, на, конечно, постсоветском пространстве, особенно в отношении Украины и Белоруссии, наверное, вот после того, как поменялась власть в стране и, собственно, оказалась у Путина. Или это было продолжение как бы одной линии? Ну, первые годы это было продолжение, и никакого изменения никто не замечал. И я, тем более, не замечал, поскольку я этим занимался очень плотно в Украине, прежде всего. И это появилось позднее, когда, значит, нам с премьером Ющенко в то время удалось отрегулировать многие проблемы в двусторонних отношениях и в торговой сфере, и в долговой сфере. Значит, Путину тогда уже, это примерно 2002-2003 год, стало уже это не нравиться, ну, во втором еще году. Мне нравится то, что он мне и тогда говорил, что я почему-то разговариваю и веду переговоры, подписываю соглашения с Украиной, как с равным государством. Конечно, он уже тогда демонстрировал, что Украина это не полноценное государство, так как и все остальные. Это относилось и к Беларуси, и к Молдове, и Грузии. Поэтому тогда уже это было. У нас начались на эту тему разногласия. Это заряло с 2002 года. Это вы говорите про 2002 год, да? Как раз тогда... Это 2001-2002. Практически сразу. В то время. Как раз тогда появляется проект свободной экономической зоны, экономического пространства, в которое войдут Украина, Казахстан, Беларусь и Россия. Этот проект, ну, это проект Путина, если я правильно понимаю. Это позже уже появилось. Это появилось чуть позже. И сначала у нас был еще вопрос удержания в СНГ нормальных взаимоотношений и создания нормальной торговли. И вот тогда уже у Путина возникли претензии, да? По тому, как построен наш диалог с Киевом. Да. Да. В страховатости, что ему не нравилось, что у нас слишком хорошо все идет с Украины. Когда появляется этот проект, собственно, объединительный? Он изначально построен, как экономический, но мыслил ли его Путин, Кремль, в тот момент как политический уже? Нет, тогда это было как зона сначала свободной торговли, сначала просто таможенная зона, и было много разных разногласий в тарифной сфере, поскольку мы, скажем так, не хотели делиться всем. От нас хотели, чтобы был все дешевый ресурс, все страны бывшей республики, безусловно. Поэтому там были некоторые разногласия, но изначально это все было, конечно, как экономический проект абсолютно. Тогда вопрос, соответственно, когда, как вы считаете, вот этот вопрос перешел в политическую плоскость, то есть Украина должна находиться, ну и Беларусь, я так понимаю, что это параллельный же процесс, там в это время снова Москва отдавала новый импульс союзному государству, как мы помним, с Лукашенко, я имею в виду. когда созрело это понимание, что Киев и Минск должны быть четко находиться в сфере влияния и доминирования Москвы? Ну, вы помните оранжевую революцию, так называемую. Это уже 2004, это осень 2004. Именно тогда это все это началось, началось пересмотр Путиным всех этих проблем. Вот, вы помните, наверное, когда Янукович потом все-таки подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом, что очень, почему противился Путин, безусловно. Ну, вы помните перелом этот, конечно, 4-й, 5-й год был и все, все те проблемы, которые, которые тогда и издрели, значит, и тогда уже было совершенно очевидно, значит, что Путин выстраивал совершенно противоположную линию, альтернативу сотрудничества с Евросоюзом, это Евразес. Безусловно, тогда уже стало политической альтернативой. То есть, это было после оранжевой революции? До, как бы, считалось, что этот процесс будет, ну, естественным образом, да, Украина и Украина будут идти вместе с Россией? Мое время, когда я пропал правительством, у нас совершенно другой был вектор. Вектор был такой, что мы сотрудничаем с Евросоюзом, более того, углубляем сотрудничество. И Украина шла вместе с нами по этому пути. И поэтому это был правильный вектор, который я всячески, это был мой приоритет в моей работе, если говорить о внешней стороне, о связи к внешней политике. Безусловно, и тогда мы даже с Евросоюзом объявили себя стратегическими партнерами. И объявили, что нашей целью есть создание зоны свободной торговли и безвизовой зоны от Лиссабона до Владивостока. И все в этом русле. И весь перелом, как я сказал, начался вот после оранжевой революции. Путин из Реала, скажем так, как я вам уже сказал, скажем так, и шероховатости у меня с ним были, а потом были и скандалы в отношении меня, что я неправильно веду политику в отношении Украины. Но когда революции, это у меня уже не было. Когда случились уже эти выборы и поддержка правильного выбора украинского народа, что называется оранжевой революции. Тогда у Путина, конечно, случился перелом в его сознании. И тогда, конечно, Украина стала уже врагом в его понимании. Вы много раз рассказывали, что у вас руки были развязаны, когда вы были премьером. Путин в целом вам не мешал. Но и была зона, в которой он вас сразу не понимал. Пустил это «Газпром» и не давал вам заняться реформой «Газпрома». Но когда... Мы знаем, мы помним, что первый раз газ был отключен в Беларуси. Это был февраль Минску. Это был февраль 2004 года. Сразу после этого, кстати, вы были отправлены в отставку, если мне память не изменяет. Это был первый раз, когда газ использовался как политическое оружие. Когда созрело это понимание, опять-таки, в Кремле у Путина, что газ это оружие, причем политическое? Ну, оно зрело сразу. И назначение в «Газпроме» людей и очень много людей из бывшего КГБ на разных должностях. Такая сетка есть. И, конечно, Путин понимал, что это такое. И когда вы правильно подчеркнули или вспомнили, что я дважды пытался провести эту реформу, Путин препятствовал всячески. Потому что реформа газового сектора предполагала расширение «Газпрома», то есть отделение от него транспортной составляющей. И, конечно, это и было, тогда было мне очевидно, это было в 2003 году, стало мне очевидно, что нежелание или даже, скажем так, запрет провести эту реформу, затрагивающую «Газпром», она была связана с тем, что Путин уже видел эту монопольную дубинку в своих руках уже как, скажем так, инструмент или оружие. И, как правильно сказали, в феврале, когда в Минске было минус 25, Путин отменил мои приказы «Газпрома» не отключать, потому что не было контракта, Лукашенко не давал согласия на подписание нового контракта. Я приказал «Газпрому», поскольку правительство является главным акционером, не Путин, а правительством, я приказал «Газпрому» как главный акционер, чтобы не отключать газ в Украине. Но утром мне звонят премьеры Польши, Литвы, губернатор Калининградской области и говорят, мы сидим без газа, что случилось? И тогда стало понятно, что ночью Путин отменил мой приказ «Газпрома» и дал свой приказ «Газпрома» отключить газ. Вот с этого началось опробирование этой дубинки. Февраль 2004-го. Февраль 2004-го. Да, у нас потом был публичный скандал с Путиным, значит, по этому вопросу, насколько я возмущался, как так можно минус 25 в Минске, мы хотим там и в других городах, и мы хотим там загубить промышленность, которая не может останавливаться, временно стоять, значит, да. Ну, люди с минус 25 без отопления понимают, что это такое. Ну, вот Путин учил уже до Лукашенко и других начал уже учать и опробировать это оружие. Это так. Как вы считаете, когда у Путина созрело понимание, что вот Украину он не отпустит никогда, что это его территория, что он никогда никому ее не отдашь, что вот он полон решимости двигаться, делать все, что угодно на этом направлении, чтобы этого не произошло? Ну, по моим наблюдениям, конечно, это было после оранжевой революции, безусловно. Тогда он понял, что... То есть еще в нулевых? Не, ну, не в нулевых, это было в нулевых, но это уже было после 2004 года, да, вы помните. И поэтому, поэтому, безусловно, с тех пор он начал устраивать всю эту политику, и мы теперь уже знаем, что после этого было и раздача паспортов уже готовилась тогда, и понятно, что 2004 год, значит, был, так сказать, началом этого понимания, но потом мы видим, как созрело после вторжения в Грузию и отсутствия какой-либо серьезной реакции со стороны Запада, Путин посчитал, что можно теперь заняться и Украиной. И мы понимаем, что случилось потом уже с Крымом и война на Восточной Украине, безусловно, это уже было последствия безнаказанности еще 2008 года вторжения в Грузию. То есть он возвращался в Кремль в 2012 году с четким пониманием, что он будет делать? Я думаю, что так. А в какой момент, как вы считаете, он понял, что ничего не получается и поэтому он пойдет на Украину войной? Ну, вы знаете, здесь я ошибся, поскольку ошибался, поскольку до конца, мы говорим сейчас об этом, уже в начале полномасштабной войны, 24 февраля. Я до конца, весь декабрь и январь, когда было информационное серьезное напряжение с двух сторон, с обеих сторон, когда американцы говорили, что готовится вторжение, значит, Путин говорил наоборот. И я не верил, конечно, что будет вторжение, я считал, что Путин торгуется, просто блефует очень сильно, повышает ставки в этой игре, чтобы требовать от Запада. Я вообще не считал, что вторжение будет. Только когда совещание членов Сау-Ген за два дня до вторжения, я увидел его и всю вот эту вот сцену, это, конечно, позорнейшую, я понял, что точно будет вторжение. Но до этого за три дня все это время я не верил, что будет вторжение. Но ретроспективно теперь, как вы понимаете, как это разливалось? Ретроспективно я понимаю, что американцы были правы, когда они еще в ноябре стали говорить о том, что помните, еще белорусский кризис. Да, но замысел-то, наверное, созрел еще до этого. Ну, замысел, наверное, созрел до этого, потому что мы понимаем, что оранжевая революция, аннексия Крыма, война в Донбассе, да, и, безусловно, значит, уже, как мы теперь понимаем, с ноября прошлого года началась подготовка. И все те учения, о которых нас предупреждали, но никто не верил. Я думаю, в Украине тоже люди не верили, что будет война. Конечно, это уже было все реальной подготовкой к реальной вот этой операции, то, что Путин, значит, называет военной специальной операцией, но мы видим, что это жесточайшая, полномасштабная война против суверенного соседа, против суверенного государства. Как вы считаете, что Путин движет? Это желание отомстить за те вот неудачи, которые он понес на украинском направлении, причем вот начиная с оранжевой революции в 2004 году? Или это желание остаться в истории как объединитель земель, там, не знаю, как объединитель русского мира? Или это какие-то другие мотивы? Что Путин им движет? Какой его главный мотив? Ну, главный мотив это удержание власти внутри. Я все эти годы говорю, все, что делается и на Западе, и все эти маневры различные политические, это все ради удержания власти. И Путин на Западе всегда черпал в себе легитимность, которая в России по большому счету отсутствует, поскольку все эти квази-выборы, они не являются легитимными, и мы знаем, что многие, я бы сказал, как минимум половины населения понимают, что это не выборы, а имитация. И удержание власти это главная цель. Создание или движение Украины по пути строительства демократического государства, а потом еще к тому же еще вступление в Евросоюз, безусловно, это яркий пример российскому народу о том, что соседняя страна, которая очень близка и похожа на нас, по многим чертам, значит, может жить и строить себе процветающее государство и жить свободно, так как общество живет свободно в Украине, когда у них там много лет, есть выборы, есть выборы, есть свободная пресса. И эти все вещи, конечно, Путина убивали, его власть, и просто размывали бы эту всю ситуацию внутри страны, это была бы большая угроза. Это первое. Второе, Путин считает, и сейчас даже, по-моему, считает, что Запад можно пережать, а это означает, что они скоро устанут, и они зависимы от российского газа, и что у них там выборы, все время, что будет что-то меняться, а у него ничего меняться не будет. Он считает, что он пережмет, даже в долгосрочной перспективе, свыкнуться, и все случится. Все случится так, как он хочет, и разрешат ему, и признают, если не все, то большую часть всех всех его достижений, скажем так, то, что мы называем преступлениями, это будет, скажем так, прощено, как-то прикроет глаза. Но эти вот, в том числе, санкции, и массовая поддержка Украины сейчас, конечно, его просто, как я вижу, его просто выводят из себя. Они, конечно, сильно нервничают. Но он считает, что он побеждает при этом? Он считает, что он не побеждает, но, конечно, все пропаганда выдастся и выдает, как побеждает. Но, вы видите, война пошла... Мы-то видим, вопрос в том, что видит он. Я думаю, что он это видит, и проблемы, конечно, накапливаются. И поэтому, то, что я уже несколько раз говорил, что я считаю, что к концу года, этого года, начнется, будет перелом. Если поставки вооружения и обучения в украинской армии будут продолжены в том же темпе, то к концу года потенциалы могут выровняться, военные потенциалы. Вы имеете в виду положение дела на фронте, как я понимаю, под переломом? Да? положение дела на фронте, и плюс, конечно, санкции, многие говорят, что они не работают. Да, либералы во власти сегодня, что кто там есть, они смягчают это дело своими знаниями, своими профессиональными усилиями. Центральный банк работает профессионально. Экономика сжимается очень быстро, может быть, не тем темпом, как это изначально прогнозировали, поскольку это связано с теми санкциями, которые были объявлены, как на самом деле не есть. Вы видите, по газу проблемы большие, по прекращению закупок, идут большие ресурсы, и все равно ситуация ухудшается. Импортозамещение, которое Путин уже несколько лет об этом говорил, не работает вообще. И поэтому проблемы у многих отрасляков уже сейчас очевидны. К концу года их будет больше. Поэтому с двух сторон это давление. С одной стороны на фронте успехи Украины, с другой стороны проблемы в экономике, конечно, они будут давить. Я считаю, что к концу года должен быть перелом ситуации. Дальше будем смотреть, как это будет. Будет развиваться, что будет делать Путин. Я вижу, что он, конечно, нервничает. Плана четкого нет, но они пытаются сейчас все-таки уже перестраивать и принимают решения, уже похожие на формирование такой Северной Кореи. То есть закрытость режима и экономика, работающая уже внутри, за занавесом. Сейчас я про это еще раз спрошу подробнее, но перед этим хочется попросить вас прокомментировать вот эти цифры, которые Минфин опубликовал на прошедшей неделе об обвале на четверть всех налоговых поступлений, причем об обвале доходов казны, доходов бюджета, причем речь идет не только о нефтяных или газовых доходах, доходах от минерального экспорта, но и падение НДС на 40%. Вот такие цифры. Насколько это вообще, как к этим цифрам относиться нам, обывателям? К этому как раз относиться общими словами, это как раз цифры подтверждают эту тенденцию, что темп сжатия экономики ниже, чем предполагалось, но экономика сжимается, ВВП падает, объемы промышленного производства сокращаются, и проблемы в экономике нарастают. Конечно, это связано прежде всего с остановкой или практической остановкой большей части частного бизнеса. Работают в основном госкорпорации, государственные предприятия, которые в советском таком режиме по приказу. Реальной экономики, рыночной экономики, большие элементы рыночной экономики в стране созданы. И вот этого уже нет. Поэтому остаются элементы еще какого-то рыночного управления, но все больше превалирует административно-командный. Поэтому я и говорю, что мы трансформируемся, идем в сторону управления, как Северной Кореи, как в бывшем Советском Союзе с некоторыми элементами современного мира, такими, как свободная торговля мелкого бизнеса. Да, вот вы говорите, значит, что Путин при помощи еще находящихся в команде профессиональных экономистов перестраивает экономику, переводит ее на внутренние рельсы, опору на собственные силы Северной Кореи. Насколько этот проект вообще может быть успешен? Как он будет развиваться в течение, не знаю, ближайшего года-двух? Ну, вкратце, конечно, я понимаю, что это большой вопрос. Я уверен, что успешный этот проект быть не может, просто успешный вообще, но все равно ресурсы в России большие, и поэтому даже в такой конструкции ситуация может удерживаться достаточно длительное время, год или два. Но я говорю об изменении общественного мнения. Проблема-то у нас в этом же заключается. Как люди ощущают, что Путин прав или Путин не прав. Но я все эти годы говорю, что поддержка Путина всегда была не больше 45%. Когда там рисовали 86% и так далее, и по-всякому. Поэтому сейчас, я уверен, что вот те цифры, которые широко распространены внутри страны и за рубежом, о том, что большинство населения поддерживает Путина и поддерживает войну, я считаю, что это неправильно. Ну там вопрос в трактовках, как это понимать, но мобилизация в любом случае все-таки произошла вокруг него. Это же, наверное, факт. Люди, как в советские времена, хотят ответить на вопрос так, чтобы им ничего не было. То есть как власть хочет услышать, так они и говорят. Поэтому эти вопросы, даже самые независимые вопросы, потому что люди боятся отвечать, люди боятся за себя. И я уверен, что войну поддерживает меньшинство. И даже среди путинского этих 40-50%, скажем так, даже среди них не все поддерживают войну. Поэтому я всегда считал, что не больше 50% войну поддерживают, а я считаю, что меньше 50% поддерживают войну. И как только Путин будет выглядеть побежденным или неудачником в этой войне, конечно, начнется пересмотр. Даже у той части, которая сомневается, которая верила в Путин, она сомневается в правильности этих решений, они начнут пересматривать эти свои отношения к войне, прежде всего, и к Путину. А вы считаете, что это будет происходить к концу года, когда вы говорите перелом, вы это имеете в виду? Да, я думаю, что начиная с конца года люди начнут пересматривать отношения ко всему происходящему. И тогда они начнут проявлять себя по-всякому. На улицу по-прежнему будут бояться выходить, потому что вы знаете, что в прошлый год особенно был год репрессий, демонстративных, и люди боятся выходить на улицу. Плюс это все практически запрещено в России что-либо делать. Да, мы знаем. Да, мы помним, когда после аннексии Крыма нам удавалось это делать. Помните, с Борисом Ненцовым мы делали марши в поддержку Украины с протестами против аннексии Крыма. Сентябрь 2014 года около 60 тысяч человек. Там много народу вышло на улицу. Да, да, тогда это еще можно было. И Путин понял, что это серьезное давление на его власть. И уже следующий марш в 15-м году был запрещен. И Бориса Немцова убили. С тех пор уже массовых мероприятий не было, кроме как марша в память о Борисе Немцове. Да, это видимо был последний тогда вот такой антивоенный большой митинг в сентябре 2014 года с лозунгом Путин это война. чтобы Немцов его сформулировал. Да, да, именно так. И конечно, я возвращаюсь к тому, что сегодня люди, которые готовы протестовать, они просто боятся за себя, за своих детей, за свою работу, за источники существования. Поэтому, конечно, нельзя говорить, что вся Россия воюет. Воюют те, кто вокруг Путина ближайшие. Вы видите ближайшее окружение генерала, которые получают соответствующее вознаграждение. И те солдаты, которые позволяют себе зверства эти военные преступления, эти люди все с окраин, они все из бедных семей. Они даже не видели, во-первых, всеми, когда они показывали, что украинские семьи, когда они оккупировали города и села, что видели, что в селах есть стиральные машины, есть там кофеварки, они удивлялись этому, потому что они в своих дальних регионах России ничего этого не имеют, потому что 20 миллионов за чертой бедности живет, это по официальной статистике, а по неофициальной мы понимаем, как это множество. Поэтому Путин и использует их как мясо, как все сегодня говорят. Когда вот этот перелом наступит, и общественное мнение начнет меняться, и, конечно, в Кремле это почувствуют, ну, логично, что Путин начнет сбрасывать балласт, то есть, насколько вероятной вам представляется смена премьера, тем более, что теперь его можно отправлять в отставку без всего остального правительства, а просто вот одного. Ну, я думаю, что это возможно, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, мне кажется, что для Путина это не требуется, но для нейтрализации той ситуации, которую мы с вами предполагаем, что начнется пересмотр, конечно, это может быть смена, это будет не обязательно это будет в конце года, но смена может быть обязательно, не только, значит, премьер-министр или некоторых министров, для того, чтобы это зависит от того, как и все это будет развиваться, значит, как люди будут реагировать и как внутри, самое главное, что внутри Путина, внутри окружения Путина, как люди будут пересматривать, пересматривать отношения к нему. Вот, это очень, это очень интересный и важный, конечно, вопрос. Как вы считаете, что, какие процессы могут начаться внутри окружения Путина, ну, вот, когда проблемы станут очевидны и снаружи, и изнутри? Ну, понятно, реакция этих людей, они будут пытаться защитить как-то себя, свое будущее, свою свободу, и будут пытаться как-то выскочить из-за ситуации. То есть, отойти, наоборот, наоборот, как-то, эвакуироваться, эвакуировать. отойти, но Путин не будет им позволять это делать вместе с ФСБ. Поэтому будет расти негодование внутри, в министерствах, ведомствах, во всяких службах и так далее, и так далее. Это, ну, происходит, так сказать, не просто я прогнозирую, что это так, должно быть, потому что мне так хочется. Потому что это логика бюрократической жизни. И будут так себя спасать, включая работников силовых ведомств. И, соответственно, вот это недовольство, оно катализируется, ну, понятно, что тут висит в воздухе слово переворот и заговор, да, но, вот, это вообще, ну, релевантное вообще понятие для российско-политической ситуации? Нет, нет, сейчас там просто нет таких людей, которые, скажем, силой сменить, сменить власть внутри, то есть переворот. Но настроение, которое почувствует Путин, его самое ближайшее, с помощью которого он управляет страной. Эта команда очень небольшая. Поэтому, безусловно, безусловно, они будут это чувствовать и будут предпринимать разные усилия. Но они будут ошибочными, многие эти усилия. Поэтому начнется разваливаться вертикаль. И регионы начнут поднимать головы люди, не назначенные губернаторы, а другие люди в регионах, которые считают, что Москва ведет все неправильно и так далее. Мы знаем, в 90-х годах такое было. С трудом удавалось удерживать. Поэтому это будет все в ног это встать. То есть результатом будет разбалансировка управления страной? 100%. Мы не знаем результат, Михаил. Конечно, мы хотели бы так, чтобы, как бы это было в Украине, но без, скажем, без жертв, чтобы люди вышли на улицу и потребовали от власти провести, уйти и провести выбор. Пока такой желаемый, желаемый такой инструмент, желаемый, желаемый, такого развития. Пока оно не созревает. Но мы должны посмотреть, что будет происходить к концу года. Поэтому я считаю, что будет переломный момент, но спрогнозировать все и всю модель, конечно, это невозможно. Ну, вы сегодня готовы. Понятно, что этот режим конечен, понятно, что при нашей жизни он закончит этот режим своего существования. Скорее, может быть, даже раньше, чем позже это случится. но вот понятно, что сейчас делать выводы сложно, потому что нужно дождаться конца года и посмотреть на ту ситуацию, которую вы описываете. Но из сегодняшнего дня сколько лет вы еще дадите этой войне Путину и построенному им режиму? Ну, я думаю, что полтора-два года. Это совсем немного? Да, совсем немного. Я думаю, война должна закончиться, я думаю, через полгода-год. Ну, вопрос, как она закончится. Ну, это сейчас отдельная тема, наверное, можно долго это рассуждать. Но я считаю, что то, что мы начали с вами говорить, что выравнивание военного потенциала на фронте и снижение экономического потенциала в России и поддержка Западом экономического потенциала Украины, это все приведет к тому, что ситуация изменится. И после этого начнется отчет уже существования. Причем стремительный, если я вас правильно понимаю. Поэтому я говорю примерно год-полтора. полтора года конечный срок жизни политического режима, который выстроен в стране. Какой-то преемник будет, безусловно. Я не говорю, что Путин исчезнет, значит, но будет какой-то преемник. Но это преемник долго не продержит ситуацию. И, безусловно, тогда уже будет переход в следующую фазу. А следующая фаза это будут уже выборы с разрешением оппозиции участвовать. Это тоже после этого тоже долго это не продержится. А вот после уже полгода могут быть реальные демократические выборы. Но это мы пока сейчас мечтаем. Сейчас прогнозировать и моделировать это очень сложно. но вектор движения я думаю, что будет именно таким. Спасибо большое. Михаил Касьянов рисует, ну, я бы сказал, в этой ситуации вполне такой оптимистичный прогноз развития ситуации и на фронте и внутри страны. Главное, эта война конечна, в обозримом будущем она завершится, а вместе с ней и политический режим, который ее затеял. Вот такие получились итоги этой недели. Это была программа и так далее на дожде. Меня зовут Михаил Фишман. Снова напомню вам, что телеканалу Дождь нужна ваша поддержка. Ставьте лайки, распространяйте эфиры, помогайте нам расширять аудиторию. Ну и, конечно, вы можете помочь финансово. Донатить Дождю можно через чат Ютьюба, а в закрепленном комментарии под трансляцией ссылка на сайт tvrain.tv и там указаны все способы поддержать Дождь. Увидимся ровно через неделю. Пока.